Как вы думаете, для чего Бог послал нам через Иисуса Христа в силу Святого Духа? Чтобы быть похожим как Он. Чтобы стать точно как Он, да? Чтобы через нас продолжались деяния нашего Господа Иисуса Христа. Книга деяния не закончилась. Аминь. Она продолжается через нас. И сегодня мы призваны быть письмом Христовым, всеми читаемыми, узнаваемыми. Быть христианами, как первые христианы называли, богоносцами. То есть на них была такая Божья слава, что люди издалека, видя, говорили, это христиане идут. Поэтому готовьтесь. Сейчас начнутся чудеса и знамения и слава Божия. Слава Божия ходила на этих людях, которыми сегодня являемся мы. Я и ты. Сегодня я хотел поднять тему, над которой мы будем размышлять. В течение, может быть, двух или трех недель, сколько позволит Господь. Эта тема, она касается скинии. То есть мы знаем, что была скиния Моисея, да? Мы знаем, что была скиния царя Давида. Потом она по каким-то причинам упала, эта скиния. И потом Бог, Он пообещал через пророка Амоса восстановить падшую скинию Давида. И вот мы сегодня об этом начнем размышлять. И эта тема, она очень уникальна на самом деле. Вы знаете, Бог послал силу Святого Духа, и так как раньше, Бог через Моисея готовил вот эту скинию, которая потом шла перед Израилем, да? И вот этот огонь просто сопровождал. Днем перед ними просто двигался огонь славы Божьего. А ночью это облако Божьей славы сопровождало Израилем, показывало, куда идти. Аллилуйя! То по Новому Завету, что мы ожидаем вообще? Какое это служение? Вот мы сегодня об этом будем размышлять. Сегодня я рад находиться. Я вот точно знаю, что наше собрание, оно зреет. Зрелость такая духовная приходит. Я сижу сегодня и стою и проповедую в собрании пророчествующих, будущих пророков. Здесь сидят и апостолы, они же миссионеры. Здесь сидят и евангелисты. Они же сегодня наши братья, миссианские евреи, да? Они сегодня ходят, везде и проповедуют. И слава Богу, да? И Господь реально приводит людей, как в миссианскую общину, так и в Церковь Божию. То есть сегодня здесь сидят учителя. Бог прислал вам хорошего учителя. Вам нравится учение? Абая. Да. Он прислал с Казахстана, со стороны, со столицы. Он там является пастором. Вот. У него очень мощное учительское помазание, и он претендует на профессорское звание богословия. И его основной конек – это, конечно, герменевтика. Поэтому сегодня будет последнее занятие после служения. Готовьте свои вопросы, и он будет с удовольствием на них подробно отвечать. И у нас, конечно же, сегодня есть пастора. И не только пастора, в нашем собрании сегодня сидят епископа. И поэтому вот такое богатое собрание сегодня. Сегодня мы будем молиться, слушать какие-то свидетельства. Сегодня еще раз хочу спеть гимн Израиля на еврейском языке. И я думаю, что в этом году мне, скорее всего, придется несколько раз петь, потому что мы празднуем 75-летие годовщины восстановления государственности Израиля. И я еще раз повторю, что Израиль – это единственная держава, которая была просто уничтожена когда-то, когда-то она была просто разрушена. Стены второго храма были просто разрушены. Кровь ручьями, еврейская кровь текла просто ручьями по улицам Иерусалима. И практически через 2000 лет, вот с какой нацией это еще происходило, скажите мне. Назовите мне хотя бы одну нацию, которая вот спустя 2000 лет полностью восстановила свою, ну не полностью, пусть сегодня, да, это частично восстановление, но, как говорится, все, бог держит в своей руке. Какое еще государство восстановило свое государство спустя 2000 лет? Ну нет какой страны, правда, нет такой нации. Единственная нация – это Израиль. И почему? Почему это произошло? Потому что Бог так захотел, и Бог так предупреждал, и Бог говорил это через пророков своих, и через сына своего, идинородного Иисуса Христа. Бог это помещал? А если Бог обещает, Он всегда исполняет. Он всегда есть. Его обещание написано, всегда есть «да» и «аминь». Скажи «аминь». Бог пообещал, и спустя 2000 лет возникло государство Израиль. И сегодня я спою песню, которая называется «Хатиба». Если переводить с иврита, это слово переводится как «надежда». То есть Израиль вместе с нами, с обращенными из-за язычников, с надеждой смотрит на Бога, о том, что если Бог силен Израиль восстановить, то Бог силен восстановить и небесное царство, правда? Здесь, на земле, так же, как там и на небесах. Так, сразу еще раз извиняюсь за мой иврит, я его только учу, я еще не иврея, только учу, да, как говорится. Поэтому мы все-таки встанем, потому что будет исполняться гимн, и я думаю, что в знак почитания, уважения этой страны, Божьего народа и тому, кто стоит над этим народом, мы просто, если кто-то знает этот гимн, то может, конечно, пробивать своего внести. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok